8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник обрел особый статус в 2022 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ об установлении праздника в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Подробнее об этой теме рассказывает наш корреспондент. День семьи, любви и верности – это важный и значимый праздник. Он позволяет напомнить всем людям и в особенности молодому поколению о традиционных семейных ценностях, которые мы все должны почитать и помнить. Мы решили узнать, что об этом думают веричане. Любовь, доверие, взаимопонимание, даже семейные традиции. Друг друга. А еще есть у нас семейные традиции. В общем, совместное времяпровождение. То есть обязательно уделять друг другу времени, разговаривать друг с другом. Потому что если ты не слышишь друг друга, не разговариваешь, то не будет, в принципе, и того же понимания. Уважение. Уважение. Больше о чем еще можно говорить? Уважение. Уважение – самое главное. Мы живем уже 40 лет вместе. Ну, прежде всего, это любовь, верность. Ну и самое главное – это взаимопонимание. Ну и юмор. Юмор в отношениях обязательно должен быть. Ценность – это взаимопонимание в семье. Это уважение друг к другу. В каком возрасте ты бы не был. Дети. Это самая, наверное, ценность, которая должна быть. На любви, на уважении, соответственно. А другого быть не может. Верность, доверие. Да главное – доверие. Ну да. Это главное. Все остальное приложится. Потому что без доверия невозможно. Отношения любые. В первую очередь нужно партнеру верить, доверять. Тогда все сложится. При этом не все знают историческую подоплеку. Этот праздник приурочен к Дню памяти православных святых – князя Петра и его жены Февронии, Муромских. По словам протеиерея Михаила Беляева, который является отцом 12 детей, эта пара – образец супружеской верности и преданности. Преданности и плод их супружества в итоге была духовной жизнью, которую они посвятили уже в монастыре Богу. Если бы Богу было угодно, чтобы человек был движен, он бы движен и ему создал. Но он создал ему одну. И вот это очень важная ценность – заповедь Божия непрелюбостворить, чтобы люди понимали основу крепости, здоровье семьи, здоровье детей и будущего поколения – это именно верность супругов друг к другу. Сейчас институт семьи переживает непростые времена. Между тем важно осознавать, что семейные ценности – это большая составляющая жизни. От этого напрямую зависит будущее нашей страны и ее дальнейшее благополучие.